Всё мокрое, всё выжимается. Больше 17 лет Ольга Шестопёрова живёт с дочкой и внуком в доме Нобелинского, 12-8. Вот только вода в её комнате – не последствия пожара, а частое явление. Дом, по мнению пенсионерки, в аварийном состоянии. Пол разваливается, проводку постоянно замыкают, трубы текут. Пар такой был, я пришла из окна, из двери валил, вот всё это вышло. И вот совками, мы шесть ведер воды выгребли отсюда. И вот ещё до сих пор из-под дивана или из дивана сливается, не знаю. Вот потолок, вот это точно всё обвалится. По словам жильцов, в этом доме два раза в год, как по расписанию, случаются пожары. 2021-й не стал исключением. В ночь на 5 декабря пламя охватило сначала чердак, а затем и жилые комнаты. Мы в таких условиях живём ни год и ни десять. Смотрите, у нас всё это после капремонта, нам никто ничего не делает. У нас маленькие дети тоже ходят по этому полу. Так пожар стал чуть ли не последним шансом на переселение людей из дома, который они сами признали аварийным. Вот только новогоднего чуда не случилось. В доме ещё можно жить, считают чиновники. Дом по улице Белинского, 12 дробь, 8 авиастроительного района города Казани не включён в перечень домов, признанных аварийными, и не подлежит расселению. Что касается пожара, произошедшего в этом доме, сообщаем, что жильцы были размещены на территории гостиницы «Авиатор». Сообщаем, что будут произведены ремонтные работы. Сейчас жильцы напуганы. По их словам, дом невозможно восстановить. А продолжать жить в нём небезопасно. В любой момент может обвалиться потолок. Вот у меня двое детей, 8 лет и 9 лет. Условий вообще никаких нет. У нас до сегодняшнего дня мы без газа. Отопления сейчас не будет, потому что прорвало трубу. Мы будем жить просто в холоде. Нас до сих пор не расселяют из этого дома. Здесь всё время всё рушится. То штукатурка, то кирпичи, вы сами можете увидеть. Были проблемы с проводкой, с электрикой. Она всегда у всех замыкала. У меня, в том числе, в комнате. Условия были ужасные. В этом доме опасно проживать. Дому Нобелинского уже более 70 лет. Из-за того, что пожары и изотопы здесь постоянное явление, продавать свои комнаты жильцы попросту не могут. Анастасия Веселкова, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.